Замуровали котов. Тревожная новость пришла сегодня из Южного. Управляющая компания закрывает окна подвалов в домах металлическими сетками. Говорят, коты разносят блох. А жильцы боятся, что без котов разведутся крысы. Даниил Маевский разбирался в ситуации и пытался найти котов в темном подвале. Это улица Панфиловцев, дом 23. И здесь, как мы видим, установлены свежие вентиляционные решетки на окнах подвалов. Такие же стоят и на соседнем доме, и местные жители против этого. Почему? Тут налицо прямое нарушение закона об ответственном отношении к животным. Животные были закрыты в подвале, то есть решетки заваривались в тот момент, когда там находились кошки. А много животных? Как они туда попадают? Здесь были отверстия, то есть не было этих решеток, были отверстия, они в принципе вот на всех домах. Животные в этом дворе жили всегда. Это бездомные? Да, бездомные животные, но жители дома за ними ухаживали, кормили, стерилизовали. То есть животные были под присмотром, они абсолютно никому не мешали, на протяжении многих лет они здесь жили. Ну а то, что они в подвал попадают и там, можно так сказать, гадят? Да, это может быть кому-то не понравится, но нужно обратить внимание на то, что у нас за домом помойка. Оттуда могут попасть крысы, мыши, а это гораздо страшнее, чем кошки. Потому что крысы очень умные животные и отрава их не останавливает. Они живут стаями и если не будет кошек, вполне возможно, что эти крысы пойдут по квартирам. То есть такая пищевая цепочка? Да, да. Ее нарушает управляющая компания? Управляющая компания нарушает закон прежде всего. Вот здесь на 21-м доме мы видим, что кто-то сделал отверстие, неизвестно управляющая компания или местные жители. Но такого хватит для животных? Ну для животных я думаю, что хватит. Зайти-то они могут, конечно. Кошки, но не собаки, наверное. Собаки в принципе в подвалы не полезут, конечно. Для кошек хватит. Чтобы вентиляция работала, все заваривали, чтобы эти твари туда не залазили. Они же инфекцию разносят. Кто разносит? Кошки. А вы как относитесь, что вот заваривают окна? Хреново, если сказать можно. Почему? Ну потому что не стоит. Сейчас мыши поедут, и крысы. Вон две этажки бегают там уже так и все. К нам уже подоспели зоозащитники, и появилась очередная версия, почему это происходит и чем это чревато. Подвалы заваривают для того, чтобы проводить диротизацию. Крыс получается убивать. И когда крысы погибают, во-первых, их никто не убирает. У нас очень часто жалобы на то, что трупы остаются внутри. И второй момент, при диротизации могут погибнуть и кошки также. Ну скорее всего, если проводилась диротизация, то в подвалах могут быть трупы кошек. А слесарь? Я даже за ним приеду, если можно. После двух часов, может быть, нам отправят слесаря, чтобы мы могли туда попасть. Не удалось нам выманить слесаря, чтобы он пришел, открыл подвал, и мы посмотрели, есть там бездомные животные или же нет. Поэтому мы решили сразу обратиться в управляющую компанию. Кошки – это блохи. В летний период у нас просто одолевают жителей то, что их кусают на первых этажах, особенно блохи. То есть приходит Роспотребнадзор и требования, чтобы в подвале не было животных, и чтобы на продухах стояла мелкая и чистая сетка в связи с предотвращением грызунопроницаемости. А отверстие для животных учитывается? Нет. Почему? А для каких животных? Ну, для бездомных. Нет, конечно. Ну, а когда вы ставите решетки, вы животных выгоняете? Я вам так вот конкретно не скажу, что мы там бегаем по подвалу и смотрим в каждом уголке, есть ли там животные или нет. Возможно, выгоняют их. Вы сейчас оставили свои контактные данные, вы пойдете в подвал, посмотрите? Ну, конечно. Конечно, заберу животных, если они там. Заберу. Данил Маевский, Павел Легалин, Большой город Лайф. Павел Легалин, Большой город Лайф.